Здравствуйте! Сегодня я, Ольга Белозерцева, и мои коллеги познакомим вас с последними новостями города Латкарина. В этом выпуске. Андрей Воробьев, временно исполняющий обязанности губернатора Подмосковья, посетил с деловым визитом город Латкарина. Интервью с ветераном Великой Отечественной войны Латкаринкой Ниной Петровной-Опенкиной. Конкурс медсестер в Доме детского творчества, новости спорта и многое другое. Безусловно, главным событием минувшей недели стал приезд в наш город, временно исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По какой программе проходил визит первого лица Московской области, вы узнаете из нашего сюжета. Жителям Латкарина хорошо известна ситуация с нехваткой мест в детских садах города. Впрочем, эта проблема характерна для всего подмосковного региона. Строительство новых дошкольных образовательных учреждений – это задача, поставленная президентом и обществом. Поэтому в Рио губернатор Московской области Андрей Воробьев в сопровождении главы города начал свое знакомство с Латкарином с посещения стройплощадки. Камеры наблюдения, установленные над стройкой, передают видеосигнал по всемирной паутине. Поэтому правительство Московской области может наблюдать за ведущимися здесь работами в прямом эфире. Однако программа по сносу ветхих домов и строительство на их месте нового жилья с развитой инфраструктурой, в том числе и новыми детскими садами, произвела впечатление на Андрея Юрьевича. Вот мы сегодня смотрели на микрорайон там, где расположены ветхие строения. Я считаю, что это умное решение на месте уже вешалых зданий, сооружений построить современные дома. Причем не просто дома-дома, а с сопутствующей социальной инфраструктурой. Напоминаем, что сегодня в своей путевке в сад дожидается около 1600 детей. Поэтому до 2015 года запланировано строительство трех детских садов, возврат в систему дошкольного образования двух детских садов, используемых сейчас не по назначению, и укрепление имеющихся садов за счет реконструкции и строительства пристройки. В результате реализации такого плана к 2015 году в системе дошкольного образования появится 900 новых мест, что позволит полностью ликвидировать очередь в детские сады. Осилить столь грандиозные планы, возможно, с помощью средств из областного бюджета. Попав под внимание местных жителей, Андрей Юрьевич внимательно выслушал самых неравнодушных. А доктора наши очень хорошие. Таких докторов вы нигде не найдете. Возьмите урологию, возьмите неврологию, возьмите терапию. Вот вы знаете, ну нет таких докторов. Они все, они ночь-полночь. У меня были такие, в 3 часа ночи. Зарплата Московская перебивает все. Да, а она все, и она убивает. Ну и дальше будет зарплата Московская. Ну это ладно. Наша растет. А мы забираем из других территорий, понимаете? Они нас ругают. А мы говорим, что Москва у нас. А если бы вот дали бы жилье, она бы никуда. Закончили 10 лет дома. Пожалуйста. Вот она будет на 2 ставки работать. Я думаю, 10 квартир будем у нас давать. Да. Ну конечно, то, чтобы она не уходила. Она будет работать на 2 ставках, но она не уйдет никуда. А доктора наши, я всем благодарна. У меня много было случаев, что... И вот любого спросите. Ну, такой хирургии ни у кого нет. Даже в Москве. Дай Бог. Спасибо. Добрый здоровь. Отклонившись от намеченного маршрута, в рио губернатора заглянул на территорию, обнесенную забором. По словам жительницы близстоящего здания, из ее окна видно безобразие, скрытое от прохожих вышеуказанным забором. Мусорные машины. Сетками зелеными зачехлят их. И они стоят до утра. Это стоянка? Это стоянка. Было две. Так правильно говорили. Было десять. Нет, не десять. Но мусора здесь не бывают. Они загружают их, а почему-то утром выезжают. Они смогут туда высыпать. Нужно бы это, вы смотрите, здесь чудесный уголок. Почему бы его не, как это сказать? Обустроить. Да. Вы знаете, я бы здесь поставила такое, знаете, кауленькое, симпатичное здание. Ну да. Да. Я бы очень хотела, чтобы вы еще облагородили тот кусочек земли на набережье внизу. Там тотальная сборка. Вот так. Слайн. Да. Как чудненько. Пойдешь за водичкой. А тут и посидеть. Прекрасно. Там дорога пойдет. А так чудно. Цены вам нет. Но мечтать не нужно. Нет. Очень важно, что вы это говорите. Все, понимаете? Да, вы понимаете? Так чудно. Как чудно. И смотрите, 20 минут до Москвы. 20, да? Да. Вот он, Путин, выглядывает в окно на нас. И медведев. Они сели на машину, помахали тетей очки. А мы стоим на остановках. Да. И сосульки. По словам наших коллег с телеканала Подмосковья, они были приятно удивлены доброжелательным отношением жителей к главе нашего города. Сопровождая Андрея Воробьева в его рабочих поездках по области, они чаще сталкиваются с разгневанными горожанами, мягко говоря, не поддерживающих местную власть. Ну, я знаю, что человек добросовестный, поэтому... Да, мы тоже очень любимые. Тоже важные? Конечно. Многое сделал для города, очень хорошо. Дай его, дай его. Хорошо. Спасибо. Следующим пунктом в ходе знакомства с городом стал Латкаринский завод оптического стекла. Экскурсию по этому уникальному предприятию для делегации областного правительства провел генеральный директор ЛЗОСа Алексей Патрикеев. Познакомившись с направлением деятельности одного из градообразующих предприятий города, Андрей Воробьев поинтересовался средней заработной платой на предприятии и тем, что еще заботит рабочих и специалистов. Иван Судариков, начальник Конструкторско-технологического бюро, посетовал на сложности, возникшие у администрации города при реализации программы обеспечения жильем молодых ученых, специалистов и сотрудников организации бюджетной сферы. Дом на 90 квартир на базе жилищно-строительного кооператива с использованием банковского кредитования должен быть построен на земле, которую НИИП готов передать муниципалитету. Но госкорпорация «Росатом» медлит с переоформлением этого участка земли, а значит молодые ученые, врачи и педагоги, рассчитывающие на новое жилье, стали заложниками бюрократической проволочки. Андрей Воробьев пообещал со своей стороны помощь в решении этого межведомственного недоразумения. Проблема возникла в том, что земля, она находится в ведомстве «Росатома». Значит, были поданы документы в правительство на рассмотрение по поводу того, чтобы передать его в собственность в муниципалитет. Этот кусочек земли когда-то город передавал «Росатому», НИИПу, о чем я говорил, научно-исследовательский институт приборов. Мы им передали, значит, они не построили дом. То есть они дом построили, а пристройку не построили. Теперь мы на этом месте хотим поставить башню на 96 квартир, и создать кооператив из молодых ученых-специалистов. Дайте обращение. А ту программу мы реально принимаем для врачей и учителей, и для молодых ученых-специалистов. За 42 тысячи он построил жилье. Причем мы по теху помогаем, со всеми там, когда отработали. Единственное, если ваша будет программа по поддержке подвечных кредитов, мы туда обязательно, тем более площадки передаются без аукциона, для госфон, что-то называется. Посетив Московский областной государственный колледж технологии, экономики и предпринимательства, временно исполняющий обязанности губернатора Московской области, познакомился со студентами, расспросил об организации учебного процесса и досуга. После чего была проведена конференция с участием членов правительства Московской области, органов местного самоуправления, директоров крупнейших латкаринских предприятий, для которых вопрос нехватки квалифицированных рабочих стоит наиболее злободневно, и студентов колледжа. На этой конференции много говорилось о поднятии престижа рабочих профессий, о необходимости совершенствования практических знаний, с последующим ростом качества знаний, умений и навыков впускников, о привлечении инвестиций для роста производства в городе с сохранением экологического благополучия, о планах развития социальной инфраструктуры латкарина. Если мы одинаково понимаем с головой, как должна развиваться территория, на которой мы находимся, это хорошо. Если он сказал, что детские сады построят один из них к первому сентября, то для этого все есть. Есть строители, есть деньги, есть необходимости. Осталось построить. Глава города попросил в Рио губернатора оказать помощь в реализации программ по обеспечению доступным жильем врачей, учителей и молодых специалистов латкарина. Также было высказано пожелание о содействии в передаче 1200 гектаров окружающего город-леса в муниципальную собственность. Андрей Воробьев пообещал оказать помощь в оформлении лесов в категорию землепользования, соответствующую планам развития нашего городского округа. Конечно же, наравне с будущими работодателями, со своими вопросами обратились и студенты колледжа. У Евгений Викторовича есть план для добра дворца. Вот хотелось как бы... Андрей Викторович нас поддерживает. Да. Готовы же дать деньги, предусмотрены на проектирование. На этот год проектирование, а в следующем, соответственно, начинаем устроить. Я думаю, мариночка за 130-150-150, да. Нет, надо. От студентов колледжа Андрей Воробьев узнал о памятниках, парках, спортивных достижениях и историческом наследии города Латкарина. После чего в Рио-губернатор Московской области попал в полный зал дворца культуры «Мир». Здесь Андрей Юрьевич поделился впечатлениями о поездке и ответил на вопросы, заданные жителями. Вы знаете, в последнее время так получается, я чаще всего встречаюсь с людьми в аудиториях численностью там 300, 300, 300, 600 человек, которые очень раздражены, очень недовольны. И мне очень приятно, что сегодня я рабочую неделю начал с территории, где есть порядок, где многие вопросы обсуждаются сообща, где есть, где любят свой город и самое главное, может быть, это даже излишне комплиментарно в адрес главы звучит, но все-таки глава уважаемый человек. Так или не так? Это правда. Вот в первой части мы говорили о том, что нам необходимы детские сады. Мы заложили сегодня один такой детский сад, три всего будет построено, и практически задача для детей от трех до семи лет решена. Так? Ну это просто правда. Поэтому с детскими садами мы сегодня, можно сказать, с утра разобрались, и я приглашаю всех, кто присутствует в этом зале, на открытие детского сада. Когда, Евгений Ильич? Мы договорились 1 сентября. Вот обезжележивание станции, да? Да. Так она называется. Мы, соответственно, должны рассмотреть, а здесь Герман Вячеславович, кто у нас за стройку отвечает. Но такой проект ведется. Давайте мы на условиях софинансирования тоже посмотрим. Что касается стройки, ну это же важно, вода. Да, очень важно. Поэтому мы свою лепту здесь внесем. Нам сейчас один из директоров говорит, вы, говорит, знаете, что, значит, все ждут не слов, все ждут дела. Я говорю, я понимаю, что все ждут дела. Поэтому наша задача, это все реализовать. Что в следующий раз приехать и сказать, это обещали, сделали, это обещали, делаем. Тогда мы можем рассчитывать и дальше с Евгением Викторовичем на уважительное отношение к нам. Ну а мы, соответственно, имеем право работать дальше. То есть здесь тоже у нас одинаковое понимание. Что касается территории развития, дело в том, что и я в своем обращении к жителям региона и глава города, мы понимаем, что нам нужны большие деньги. Нам нужны серьезные ресурсы для того, чтобы иметь возможность менять улицы, тротуары, парки, школы. Для этого территория должна развиваться. Я знаю, что такая работа, Евгений Викторович, в вами ведется. Но у нас одинаковое понимание здесь. Дорога. Есть вопрос такой? Да. Вот, Константин Васильевич, представьтесь. Вот это главный наш дорожник. Здесь важно, поддержка-то она есть, понимаете. Здесь же не только поддержка, здесь еще деньги нужны. Правильно? Деньги предусмотрены. Да. Поддержка поможет. Я просто прошу вас все точки над «и» поставить с господином Лешкевичем, да? Чтобы он мне подтвердил, что мы одинаково понимаем эту задачу. Хорошо. Будьте добры, ладно? Есть. Вы строитель, человек опытный. Вот на одном языке с Лешкевичем поговорите, пожалуйста. Константин Васильевич, хорошо? Отработаем, Андреевич. Да. Вот. По медицине есть вопросы? Нету, видите? Значит, все. Андреевич, кадры и жилье. Да? Кадры и жилье. Значит, вот наш министр здравоохранения Нина Владимировна Сустровна. Сейчас уже сделаны закупки, то, что не хватает, конкретно Палаткарина. Зашли на скорую помощь. Препараты, здесь ОМНИК звучат, сейчас онкологические препараты. Отчасти завтра мы закроем, потому что они уже приобретены и фактически есть на складах и в аптечных учреждениях. Есть препараты, которых нет в перечне, потому что здесь очень много препаратов идет по торговым наименованиям. А есть препараты, которые у нас фактически закуплены, но действительно отдельные позиции еще не поступили сюда. А когда они поступили? Обеспечим. Я думаю, что следующая неделя они фактически уже будут здесь. Я прослежу лично. Андрей Юрьевич, телеканал «Латкари». Скажите, пожалуйста, какое впечатление оставляет о себе город Латкарино? Хорошее впечатление. Все работает, двигается. Очень приятно, что есть парк, есть где погулять, есть программа у главы, есть план. Когда у человека есть план, есть силы, желание этот план реализовать, есть команда, то многое получается. Что касается самого города, то и жителей, и встреча с общественностью говорит о том, что достаточно большие преобразования в городе наблюдаются, но есть проблемы. В любом населенном пункте есть проблемы, и в Латкарино есть проблемы, в частности с водой. Для этого мы по программе «Чистая вода» под Москве, соответственно, предусмотрим средства на условиях софинансирования. Общая сумма 80 миллионов рублей. И такую станцию построим для того, чтобы вода здесь была как слеза, чистая, наполненная минералами. Но сегодня, к сожалению, она оставляет желать лучшего. Это правда. Алексей Пешков, Антон Шаманин, Александр Тестов, телеканал «Латкари». Я давно хотел в свою квартиру. Не думал, что меня могут обмануть. Я же не юрист, я не должен знать все законы. Соседок покупают. Я хотел зарегистрировать договор, но меня убедили, что и так все в порядке. Решила, была не была, долг выгорит. Ну да, обманутый дождь. Принимай взрослые решения. Знай закон и стройся. Знай закон и стройся. Кто на свете всех мудрее, красивее и артистичнее? В Латкарине прошел конкурс медсестер лучший по профессии. Семь конкурсанток боролись за звание «Самый лучший». Для этого им пришлось пройти пять этапов конкурса. Визитка, теория, ситуационные задачи, блиц-турнир и изюминку конкурса «Кулинарное состязание». Вот обед, тарелки загремели, возможность паузы у нас. И хоть больным уколы надоели, их выполняем в нужный час. Мы перевязки закрепим, ну а когда-то удалим, Дамконы с мазью мы ведем, и беднадзор не подвезем. По показателям у нас доволен будет главный врач. Мероприятие посетил глава города Евгений Серегин. По его словам, здравоохранение – важная составляющая для любого города. И в Латкарине делается все, чтобы оно соответствовало современным требованиям. Вообще откровенно надо сказать, что вы на передовой находитесь, потому что каждому человеку в жизни понадобится помощь врача. Значит, то ли даже взять кровь, сделать прививку и так далее, и тому подобное. Какой бы он здоровый ни был. Мы здесь проводим регулярно конкурс на лучший по профессии лучший ученик, лучший педагог года. Ну, а сегодня лучший по профессии конкурс медсестер. Это вообще, ну, очень организованно, достойно. Ну, и, соответственно, надо сказать, что самое главное – участие. Потому что, ну, нет желания, нет настроя, то и конкурс не получается. А здесь все с желанием, все энергично, все достаточно, так сказать, организовано, с настроением. А когда есть настроение, то и будет результат. Людей в белых халатах здесь хватает не только на сцене, но и в зрительном зале. К тому же, конкурс медсестер стал первым крупным городским мероприятием, проходящим на сцене обновленного зала Дома творчества. Сотрудники здравоохранения выступили в непривычных для себя ролях – танцоров, певиц и даже режиссеров. Участники признаются, что такие мероприятия идут на пользу коллективу. Ну, это сплочает всех нас, как-то скрашивает досуг наш в нашей тяжелой работе, конечно, чтобы расслабиться немного. Ну, а все получилось сегодня, как задумали? Задумали, в принципе, да, мы вообще к спромтам. Мы готовились, можно сказать, только сегодня практически. Такие мероприятия очень полезны, потому что они показывают работу в медицинской системе, в частности и врачей, и в середине. И мы видим положительные работы как со стороны населения, так со стороны колесников. Артем Колесников, Георгий Саркисян, телеканал «Уткари». 17 апреля во Дворце «Культура Мир» состоится концерт группы «Любе». Заказ билетов по телефону 8-495-552-71-32. Концерт проводится при поддержке компании «Близ». Информационный партнер мероприятия – телеканал «Уткари». Начало в 20.00. Сама природа заботится о нашем здоровье и красоте. Десятки видов натуральных медов из Сибири, Кавказа, Башкирии, Средней Полосы. Мед вашему дому. В преддверии Дня Победы наш телеканал начинает цикл передачи о войне. Сегодня в нашей студии Латкаренко Нина Петровна Опенкина – маленькой девочкой, пережившей ужасы фашистских концлагерей. Есть судьбы трагические, как вся история России. Жизнь Нины Петровны Опенкиной с легкостью может стать основой художественного фильма, сюжет которого начинается в селе Анино Ульяновского района Калужской области. Многодетная семья Кармановых, отец – работяга и набожная мать, в 1934 году отказавшаяся вступать в колхоз, который она считала сатанинской организацией. Отец уехал на заработки, дети остались с матерью. Колхозное начальство отобрало у Кармановых все – корову, кур, землю. До самых окон отрезали огород. Но главные несчастья были впереди. 1941 год. Началась война. В феврале в деревню вошли немцы и почти сразу решили судьбу коренного населения. Всех жителей деревни с узелками пожитков выгнали на дорогу. С этого момента начинается история трагических скитаний семьи Нины Петровны. Испуганные односельчане наблюдали, как фашисты прошли через деревню с канистрами, облили по углам дома и подожгли Анина. Шел снег, сугробы выше колен. Стариков, женщин и детей, как щит, выстроили по бокам отступающей колонны в военной технике и двинулись в путь. Техника их не идет, а мы по бокам вот так вот. Наши матери, а мы-то у них кто на руках, кто за подол держится, кто как тащимся, кто может идти, идет, кто не может, кого на горбушку тащат, кого как. А почему нас вели за собой? Потому что бомбежки были, наши уже самолеты налетали, и они, значит, как бы нам не защищались. Дети орут, старые матери, отцы, там отцов не было, там дети и старики, и вот бабушки. И они вот так вот на бреющем полете спустятся, посмотрят и улетают. Они даже не могли их бомбить, потому что вот мы шли по бокам, мы их защищали, немцев этих, понимаете? По пути колонна останавливалась в разных деревнях. Беженцы жили там по несколько месяцев и продолжали движение. Из-за ужасных условий, в которых содержали пленных, в пути умерла бабушка Нина Петровна и 12-летний брат. Летом 43-го года Анинцев пригнали в Прибалтику. Пленные вместо щита стали обузой. Значит, подогнали две машины огромные, детей у родителей отняли, кто не может идти, и на эти машины побросали. Вы бы представили, вот сейчас вот я не могу так рассказать, каково это было. Крик детей от родителей отрывали, и как кричали родители. Дети кричали, не могли оторваться от родителей, а родители кричали, знали, что нас, ну, не к добру нас забрали, что мы им мешаем. Вот, и действительно, на этих, на двух машинах нас подвезли в чистом поле, поле чистое, как сейчас помню. И стоят, значит, какое-то низкое здание из красного кирпича, закопченное такое, и трубы. От этого здания трубы. Нас так в стороне машин остановили, эти все, кто нас вез, немцы, куда-то ушли. А мы сидим на этой машине, и я вижу, как в это здание вниз, вот так, руки назад, и вот таким тихим-тихим шагом спускаются наши солдаты. Вот туда, туда, вниз, с двух сторон. И вот они тихо-тихо, руки у них назад, я не знаю, как они там, то ли держали, то ли связаны, я не знаю, не могу этого сказать. Ну, руки назад, знаю, прекрасно. И вот мы там стояли до позднего вечера. Потом приходят немцы, это распорядились шофером везти, ехать. Вот. И нас увезли. А нас тут, это оказался крематорий, и нас там хотели сжечь. Но так как они не успевали сжигать наших военнопленных, это военнопленные наши были, все были в солдатской форме, нас туда не взяли. К утру детей вернули родителям. Но сумасшедшая радость от встречи была недолгой. Малышей вместе со взрослыми отправляют на 30 дней в лагерь на карантин. Сон на голом полу, раз в сутки рыбный бульон. Литровую кружку такую, такой пош у них был литровый. И вот мы подходили, и нам эту кружку наливали один раз в сутки. Не жалели они вас? Да вы что? А кто нас будет жалеть? Ну, все-таки дети. О, Боже! Ну что вы, дети! Вы знаете, что такое Освенцим? Сколько там детей было? Кто же их там жалел? Спустя месяц немощным, больным и старикам на лбу нарисовали кресты и увезли на сжигание. Остальных погрузили в железнодорожные вагоны для перевозки скота и повезли в Германию. Ехали, сколько ехали, не могу вам сказать. Но бомбежки были постоянные. Наши уже бомбили безбожно. Вот проедем сколько-то и ехали-то так, тихо очень ехали. Проедем и останавливается бомбежка, останавливается. Кто-то под вагоны, кто-то в вагонах остается, кто-то прыгает в истерике под вагоны. А вагоны разбивают, там и всех разбивают, кто и под вагонами. Вот так. Потом обратно состав этот переформируют и обратно ехали. Вот так доехали до Германии. На всю жизнь Инна Петровна запомнила Каштановый сквер в городе Гера, где в июле 1943 года предприимчивые немцы устроили настоящий невольничий рынок. За узниками приезжали состоятельные покупатели, придирчиво выбирали себе славянских рабов на фермы и слуг квартиры. Семья Кармановых оказалась товаром нерентабельным. Мать с маленькими детьми отправили в рабочий лагерь. Несмотря на то, что в этом лагере узники трудились тяжело, жили впроголодь. По воскресеньям детям раздавали по три крошечные кормовые картофелины, которыми в округе кормили свиней. В остальное же время пленные питались болтанкой, сваренной из ботвы и травы. Спали на трехъярусных нарах. По периметру колючая проволока, сторожевые псы. Дети до 12 лет в течение всего дня оставались под присмотром жестокой надзирательницы. Украинки, перешедшей на сторону врага. Била, почем попала, беспощадно. И вот я очень плакала. И мама заместителя шефа попросила, чтобы взяли меня туда на работу. Говорит, одна дочка очень плачет и плачет, всегда приходит, очень плачет. Я была как-то, ну, 10 лет постарше, конечно, мне было обидно. Ни за что били. Вот бьют ни за что, и все. Вот повернулась, где-то почесалась, где-то чего-то, и тебя бьют прямо этой вот такой здоровой линейкой. Били очень. В 1945 году Германия капитулировала. От пленных русских решили избавиться излюбленным фашистским способом. Все население лагеря вновь погнали в крематории. По дороге случилось непредвиденное. Шли ночь, шли день, к вечеру уже начали, такая была перестрелка, уже вот пулеметные очереди и какие-то, ну, из чего только не стреляли, не знаю, вот так, перекрестками, перекрестками. И наши конвоиры с собаками все бросили нас среди чистого поля и разбежались в сторону. А там жил какой-то, ну, баур жил, строение было, все, в общем, может, какой-то поселок, хутор был, я этого не помню. Но факт тот, что стали ломиться вот в это поместье. А там у них были такие скотные дворы и свинарники. Ну, куда нам деваться? И в эти свинарники. Мы в эти свинарники. Там в этих свинарниках были такие длинные-длинные корыты наставлены, и была картошка такая мелкая, свиней кормить. И мы как в эту картошку-то все налетели, вы знаете, как мы ели. Наелись этой картошки, замертво все уснули. Не знаю, как мы не объелись, как мы там, я не знаю, потому что ели, ну, вот как свиньи ели, так мы там хватали эту картошку гостями и вот так ели. Утром узники вышли из сарая навстречу радостным крикам и музыке. На поместье висят белые флаги. За воротами поют песни счастливые американцы. Именно солдаты США стали освободителями семьи Нины Петровны. Из лагеря бывших узников временно перевели в помещение бывшей ткацкой фабрики. Разрешили свободно ходить по городу Гера и пользоваться вещами, брошенными, бежавшими немцами. Но самое яркое воспоминание тех дней – это, конечно, полноценная еда. А там уже американцы стали нам варить гороховый суп с тушенкой. И вы представляете, что это нам было, какая это была радость. Настолько мы были все рады, настолько у нас такой был праздник. Это вообще, ну вот идем и нам наливай этого супа, ешь сколько хочешь. Это был у нас самый праздник, самое вкусное все, что мы видели в жизни. Семья Нины Петровны вернулась в СССР. Отец не пришел с войны. Но словно в награду за все пережитое, дальнейшая судьба нашей героини сложилась счастливо. В Калининградской области, куда семья отправилась после войны, проходил службу солдат Алексей Федорович Опенкин из Подмосковья. Полюбив девушку Нину Карманову, спустя три года он с молодой женой приехал в Рублево Московской области. Позже Опенкины стали жить в Латкарине. В 2004 году супруги сыграли золотую свадьбу, где собрались их двое детей и четверо внуков, а также сестры Нины Петровны, прошедшие вместе с ней ужасы немецких концлагерей и их семьи. На большой семейной фотографии с этого праздника люди разных профессий и возрастов. Но никто из них не появился бы на свет, если бы не победа над фашизмом. Победа общая для всех – солдат и генералов, заводских рабочих и малолетних узников. Победа каждого из нас. Марина Лопаткина, Максим Лукьянов, телеканал «Латкари». Отдел полиции по городскому округу Латкарина приглашает на работу сотрудников полиции. Обеспечение форменным обмундированием. Возможность получения бесплатного среднего специального и высшего образования в учебных заведениях системы МВД. Бесплатное медицинское обслуживание в поликлинике Государственного управления МВД России по Московской области. Карьерный рост. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток. Зарплата сотрудника патрульно-постовой службы от 33 тысяч рублей. Зарплата офицерского состава от 43 тысяч рублей. Обращаться по адресу. Городской округ Латкарина, улица Ухтомского, дом 30А. Контактный телефон 8-495-552-0408, 8-926-007-0803 и 8-926-007-0804. Продаются дома из оцилиндрованного бревна разной планировки площадью от 125 до 200 квадратных метров. В Ступинском районе, деревня Большой Скрябино, Оксининский сельский округ. Категория земли и землепоселений. Для ведения личного подсобного хозяйства с возможностью прописки. Участки по 12 соток. На участке электричество, скважина, охрана. Круглогодичный подъезд ведется строительство газопровода. До Московского Большого кольца 6 километров. Возможно строительство по проекту заказчика и продаже незастроенных участков. Латкаринские баскетболисты борются за третье место в первенстве Московской области. Игроки БК «Кристалл», к сожалению, не смогли попасть в финал первенства. Их проигрыш в ответном матче баскетбольному клубу «Ястребы», который проходил в городе Фрязино, лишил латкаринцев шанса побороться за чемпионство. Третье место в первенстве теперь лучшее, что может ожидать команду «Кристалл». Собственно, борьба за так называемую бронзу уже началась. В минувшие выходные «Кристалловцы» в гостях встретились с командой города «Истра». И на чужой площадке смогли одержать победу над соперником со счетом 81-76. Теперь от третьего места в первенстве латкаринцев отделяет всего одна победа. Ответный матч, который может стать решающим, состоится в спорткомплексе «Кристалл» в субботу 13 апреля в 12.00. Дорогие латкаринцы, приходите поддержать наших спортсменов. На этом у нас все. Познакомиться со всеми нашими выпусками, оставить свои комментарии и пожелания вы можете на сайте www.latkari.ru. Смотрите нас на телеканале «Подмосковье» каждую среду в 20.00 и каждую субботу в 14.00. В студии была Ольга Белозерцева. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok